Продолжение следует... Я вот читаю, что происходит. Так, 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 так. Керчи перенесли две свои игры. Стар серии сегодня не будет, друзья. Такие расклады. Ну, а у нас здесь Team Dynamic, друзья, Соединенные Штаты Америки. Не факулки. Команда из Германии. Топ-4 ЕСВЦ. И Disruptor вот с аватарочкой. Он у меня еще и в друзьях, оказывается, есть. Это интересно. Команда Team Dynamic. Пекс. Кудрявая няшность. Свойк. Не знаю, как выглядит. Таз и Кей. Адрен и Кико. Но вот Адрен, это американский Адрен. Не путать с личностью из Казахстана. С игроком из Казахстана. С игроком команды Virtus.pro. И пока у них взятая первая пистолетка. И мой прогноз такой, что здесь американцы должны доминировать. На Тнифакулте. Опять же, Team Dynamic является фаворитом этого турнира. Также, потому что на то, на прошлом ЕСВЦ, они попали в четвергую сильнейшую команду КСС. Даже, вроде, там в топливы порвались. Я уже точно результатов не помню. Ну, а тут пока что твердый прием от Team Dynamic. Команды не в Акулте на Апленте. Еще 2-0. Какие расклады интересные. Я все еще никак не могу дождаться Тафа. Пытаюсь прочитать комментарии, которые мне написали. Ок. Что, я не понял, произошло. Ну, ладно. SL4M esports комментатор. Друзья, я там в чате. Здесь я опять вот рейд пытаюсь поставить 5000. Потому что он тут безумный. SL7D рейд 55. SL date рейд 55. SL recent. Блин, 2. Можно 4 поставить, чтобы лагало поменьше. Но все равно лаги какие-то реально. Скиньте мне настройки, пожалуйста. Как сделать, чтобы не лагало. Потому что я вот включил CS. Я его даже перезапустил специально с другими рейтами. И все равно он лагучий, лагучий, лагучий. Либо это Goal TV. Либо это Goal TV проблема. Еще я купил себе энергетику. По пути в студию, друзья. И мне очень-очень хорошо от этого. Ладно. Здесь у нас еще один экраунд от факулки. Они попытаются разбить Аплент сейчас. Но я думаю, разобьют они себе быстрее сердце. Интересная флешечка от Адренчика была. Адрен положил ее. Но Аплент отдали. Смотрите, здесь 20 по кругу смогли пробить. И уже установлена бомба. Сейчас начнется дискотека. Опа. Дисраптор. Попытку отойти. Отошел нормально. В принципе, все. Ушел в ковры. Его должны здесь уже на 20-ти поджиматель игрока. Защита есть на медле. И смотрим за Дисраптором. За ним, в принципе, здесь ключевое движение. Минус нет. Убирает его Пекс. В итоге прорыв в двадцатке от защиты. Два в три. Я жду врыва просто от товарища Мантиса. Он здесь старается поставить. Он что-то не получил из дробовика. Получил в голову. 4-3-2-1. Дефьюз с дефьюзами. Все хорошо. 2-0-3-0. Пользователь динамик. И дефенс пока ведет. Но вот первый бай сейчас будет у атаки. Посмотрим, на что немцы способны. На самом-то деле, я знаю, что немецкий наш коллега, товарищ... Как же его звать-то правильно, чтобы не ошибиться? Вот, я не знаю, Мэтьюс или Мэтьюс Ремерт. Вот его зовут. Он сейчас комментирует этот матч. Он просто очень-очень болеет за своих ребят из факулки. Он прямо за всеми немецкими командами. Сидит там, кричит. Но вот нет, Маус Спорс, нет интернет на этом турнире. Не поехали на биоквалификацию. Жаль, жаль. Так, здесь укрепление длины от факулки. Сразу пришли что-то врывы. И в итоге первый минус там есть. Дожидается Эсмо. Все-таки АЗК открывается за машиной. И, как видим, жесткий хэдшот от Эсмо туда зашел. Ну и в итоге на дуге еще двое есть. Это разводка. Это разводка. Если мы сейчас удастся убить, то это будет паника. На самом деле, если факулки поймут, что здесь был поджим с дуги на трех игроков, то могут быстро сыграть мид-15, пробить свага и кика. Но пока не рискуют. Минус все-таки есть. На дуге забирают бексы. Пошли пушить. Там еще остался Адерн, который в свою очередь не спалил. А, он спалил базицы. Еще пострелялся. Его накормили флешками. Он ушел на Б. Остался на Б. Но факулки уже планируют атаку на А. Выходят двадцатку. Открываются. Посмотрим на свага. Ну, флешка пошла вот в 20-20 пор раньше. Надо было бросать. Ничего страшного. Атака качнула на 20. Напугала всех на двадцатке. Идет на Б плент как можно быстрее. Но Адерн никуда не убежал. Никуда не навернулся. Остался стоять на позиции. Сейчас, возможно, он примет трех игроков на Б, которые туда врываются. Это СМН. Кирби. Дистратор. Всей толпой. Всей толпой. Идут на него. И он один с ВП. О, бля. Минус Кирби есть. И готов уничтожать. Да. Готов уничтожать еще. Еще эту фарша. Подавайте. Ну, вот фарша здесь не будет. Бомба. Бомба в пленте. И сейчас еще должна остановиться. Ой, здесь такое вдевание плотное. Дистратор. Минус. Дает паттерн. Очень жесткий. В дым. Там еще два игрока остается у дефенса. И бомба встает. Посмотрите. Не в самой лучшей позиции. Тут может быть чек. Идет врыв от игроков защиты. Сразу идет пылесос, пылесос, пылесос. Кафель. И это минус. Дистратор, скорее всего, если, конечно, он не сделает. Не сделает он ничего. И дефьюз бомба. Ура! Тим Динамик 4-0 против Акулки. Ну, вот Америка будет наступать. Наступать, наступать, наступать. На самом деле, в Северной Америке уровень Кизгоу сейчас, наверное, уже вырос. Если сравнивать с 1.6, то 1.6 там вообще никакой был. Но вот здесь вырос. За последний год. Год-два. Здесь шансы у американцев еще есть остаться в этой схватке. В этом противостоянии Сурс против 1.6, 1.6 против Сурса, 1.6 и Сурс против новых игроков в КСГО. Но Динамик это Сурсер. Опять же, у них в составе только три игрока из Соединенных Штатов Америки. Два это представители Канады. И я даже сейчас точно посмотрю на его твердый специально. И дам вам эту информацию, чтобы быть в вкусе самолета и вас дожать в подробностях. Чтобы вы их знали. Это очень-очень важный момент, друзья. Итак, смотрим. Ну да, TheKeyPX это вот КСГО командец. Кстати, он в мульке отличился из СВЦ, чтобы кто-то не помнит. И меня вообще было не слышно, походу, да? Да, такие расклады были, да, как я понял? Круто, круто. Вообще обожаю просто. Ну, вроде сейчас-то слышно, да, как-то? Давайте я чат уже включу параллельно. Ну, все, вот выключил чат параллельно и все. Слэм в туалет, отошел. Было слышно чуть-чуть. Ну да ладно, я старался, мне без разницы. Я все равно выложился. Это самое главное. СМАП на Б планете. Здесь, как видим, факулки уже заняли, пока я разбирался с этим звуком. Ну и АЗКей сейчас будет на выбивании вместе со СВАГом. СВАГ первый проходит. Лево, смотрите, не чекают. Ой-ой-ой, СВАГ прострелом забирает СМАП. Вот этот суровый парень. Идет прорыв планета. На планете ложится дисраптор. Остается только СМН и Киргой в боем. Киргой, перегрестный огонь. Но нет, нет, нет. Тупой угол сегодня падает. Бомба пищит. А где она? Где она? Где она? А бомба-то где? Где ж ты бомбочка-то? Вот нашли бомбочку дефьюзит. Слава богу, я думал, сейчас не найду. Это будет ба-бам-бабам. Но Кика не позволит. Не позволит такому случиться. Сделал все возможное для американской команды. И впился в эту бомбу просто своими дефузами, чтобы взять этот великолепный фантастический раунд. 5-0. Тим Динамик впереди. У немцев горе на горе. Вот вторую мировую проиграли. Альтернейт и Маус на Старладдере проигрывают. Вот тут еще и факулки никак не могут с Америкой собраться. Потому что американцев-то должны были убивать. Хоть как-то. Ладно, смотрите. Выход дуга АЗК. Сразу ловит флешку. Сразу бледный. Судя по тому, что я вижу, я вижу там двух... Да, два игрока тоже белые у атаки. И все они, по-моему, идут сейчас на Б с калашами. И попытаются открыться плотно на Пекса и его друга АЗК. А ко мне врывается Тафос с кружкой кофе. И сейчас будет просто... Ну что, что они на Б не идут? Так, ну вот копят ману. Копят ману для стратегии. Стальные яйца. И врыв на Б 2 в 5. 5 в 2, вернее. 5 в 2. И смотрите, готовится что-то интересное. Дисраптора сейчас полетит. Сейчас полетит вот эта вот волшебная бутылка. Давай, лети. И... Опа! Нормально, да? Ушел чувак за Б3. Я прямо чувствую, как он туда не ушел. Но, тем не менее, АЗК все равно принял первое С. Майпекс разыграл АЗБ3 очень-очень хорошо. Идет серия разменов. Очень-очень жестких. И благодаря АЗК эти размены реально, ну... Какие-то непонятные. Вот это врыв. Вот это врыв был. Просто скалпы. На морозе. Заходит игрок в защиту. Это свак. Беет. СМН, а тот самый парень, который любит простреливать, в принципе, и решает. В этом раунде его надо было перекрыть и разыграть уже против оставшихся надбомбы. Но факулки даже этого не смогли сделать. Счет становится 6-0 в пользу. Тим Динамик. Динамик, я тебе говорил, надо смотреть о Нексисах. Я был вот уверен, что немцы все-таки будет плотный фарш. И я вот не побоюсь и попытаюсь сделать прогноз, что эти пацаны займут четвертое место в группе. Хотя, судя по результатам Старладера, они такие уж они и плохие, да? Слэпош? Не факулки. Не факулки? Они хорошие, но они не играют на Старладере. О, не Старладера, а... Не СВЦ. Не СВЦ. Вообще, вот видишь, все о Старладере думают. Минус от Кика. Кика. Минус от СВАГа. Ну, опять начинает факулки просто баловаться и падать по одному. Кстати, вот я увидел Дефенс. Дефенс, посмотрите, какой был СВАГ, остался здесь. При том, что он закрывал, опять же, выход в люльку. А его тиммейт вот контролировал Кабры. Вот он, агрессивный Дефенс. Еще один минус от СВАГа. Ну, тут против ЭКО, в принципе, любые средства хороши, лишь бы работало. Нет, там был Калаш, но он не зарешал вообще никак. Он даже еще особо не перестрелился. Подожди, Калаш взял Кирби. Калаш взял Кирби. И сейчас мы увидим немецкий Котлетос. Вот она, Котлетка первая зашла. Вторая зашла Котлетка, но на третью маны не хватило. Не, ну поздно. Знаешь, он стоял, халдил, пустил всех пацанов на фарш. Все умерли практически. Он остался один с этим Калашом. Понятное дело, что он ничего уже не сделает. Ну, что за... Ё-моё. Вообще неприятно смотреть. Ну, как это не сделает? Он сделал минус 2. Он мог бы сделать минус 3, если бы, конечно, он не остался стоять, как столб. Ну, сделал минус 2, как итог потерянный Калаш. И, по сути, он ничего не выиграл. Ну, минус 2, это плюс 300, как бы, по бабкам, вроде, если я не ошибаюсь. Так что? Не, плюс 600 с Калаша, если минусы, то плюс 600, но... Да, так это... Слушай, так это можно вообще просто сейвить, 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 убивать, сейвить, сейвить, сейвить. Ну, если бы засейвил, да. Ну, что, смотрим, банан тут очень жестко вырывается сейчас игроки защиты. И Адрен! Вот это просто ОГД, друзья! Какой второй фазум влетает против Мантиса. Корвалолом не крутил. Лагающий Адрен у нас на Гол ТВ. Все, все, пора, пора парням завязывать с контрстрайком и удалять палку. Ну, давай, смотри, тут еще трое на банане, дают минус, Адрен Аль-1, остается минус. О, Адрен еще! Вот это Адрен. Этот парень меня уже нравится. Он почти как наш Адрен, только из Америки. Ну, да. Да, только из Мексики. Давайте, смотрите, сейчас, кстати, он может хорошо еще одного принять, четвертого и пятого. Под гранаты, под флешечки, врыв, свак, хороший, минус, ну и все. Семен остается один. Ну, Сема, ну что ж ты не видишь-то, а? Семка, вот очки надо подарить этому пацану из Дефакулте. Слушай, а мне интересно, они играют на этих наушниках Кулер Мастер Шторм или нет? Вот, в которых ты комментировал до этого, вот буквально. Вообще не вспоминай про эти наушники. Я не знаю, если они играют на этих наушниках, ладно, я буду молчать. Если они играют на этих наушниках, то... Молчи, 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 все. То лучше. То они офигенно слышат. Они просто слышат все звуки в игре, но они слышат друг друга. Да, вот это, наверное, самая главная проблема. Ну, давайте смотреть за продолжением. Будет ли первый раунд от немцев? Ну, что-то они вообще как-то расклеились, и Адрен их штопает. Что вообще по фрагам у нас? Друзья, скиньте мне настройки, пожалуйста, рейтов. Я не понимаю, почему опять эта штука выросла. Апдейт рейт, чувак, 16. Цель апдейт рейт, 16. И все у тебя будет отлично. Стоит. Ну, что тут 16 поставлю и рейт поставлю. 5 тысяч. Все, вот вроде нормально. Да, все, окей, друзья, тут выход на дугу. Сейчас будет опять раскидка вот этого. Дисруктор просто на опыте. Готов кидать еще раз этот молотов. Ну, что, встали на дуге, ждут, ждут, ждут. Ну, пока я смотрю, знаете, на гранаты на паре. Смотри, сейчас полетит, сейчас полетит вот эта фляга. Всего один молотов на команду. Тут можно и по два выходить. Нет, он за Б3 взлетает. Этот за Б3, да. Я говорю, можно второй еще на респаунд давать, чтобы вообще было нормально на точке. Настоящая инферна. Первый минус, отлично. Ну, это смотри, они убили кудряшку-няшку, замочили еще одного парня из трех букв, у которого, Ник, и остались 3 в 5. Это сурово. А, кстати, можно и не идти, можно, кстати, и не идти, можно сейвить. Смотри, здесь 10 тысяч, 13 тысяч, 600 баксов. Да не, смотри, смотри, сейчас вак, сейчас вак прострелит кого-то. Я тебе говорю, тут вот церковь закрепленная, ошибку совершает первый, но СМН разменял. Все. Адрен, Адрен, давай, давай, хорош, молодец. Еще кого убьешь. Ну, кстати, первый фраг должен давать 100%, что-то он не попал там, в общем, в простой ситуации. Ну и убегай уже. Беги, Адрен, беги отсюда. На тебе, спаси. Пташка, пташка. Вот первый раунд для нефакалти, но, в общем-то, ничего не поменялось. Американцы здесь довольно уверенно прыгают. Я сейчас представляю, как немцы дают друг другу, знаешь, такие пятюни с такими унылыми лицами. Все, собрались, и потом так 15-1. Так, давайте посмотрим. Ребят, пожалуйста, напишите нам результаты в чатах во всех возможных, где только мы есть. Пожалуйста, напишите результат параллельного матча. Тоже очень интересная. Там игра Нексисов против Лемон Докс. Я просто включу боты. И там 13-3. За кого? За Нексис? За Нексис. За Лемон Докс, по-моему, первая половина. Да. Но А Нексис дают камбэк. Лемон Докс взяли. Пистолетку. Да, А Нексис взяли пистолетку, там на П-250, на Глоках. А те взяли Экораунд в ответ. 13-3. Вот это да. Ай-яй-яй. Нет, это они выиграли 13-2 первую половину. А, это же 13-2. Нет, ну Лемон Докс, я говорил. Вот команда, которая попадает четвертым в группу со слота Билк, казалось бы, их все считают дном, но я говорю, это же Лемон Докс, они должны по-любому тащить. А мне тут напоминает, забавно вы обсуждали, товарища с ником Реттлснэйк, этот чувак на ЦГС выиграл больше, чем Нави за всю свою карьеру. Ну и что? Зато, зато Нави играли в нормальную шпилку, а не в это вот, во что там играли на ЦГСе. Да, и не в этом делать. Сейчас, кстати, очень кривой дефенс был в исполнении динамика в то время, как заходил. Не-не-не, сейчас Адрен, смотри, прошивает. Ну вот надо прошивать стенку. Да-да-да, вот первого прошил по голове. И сейчас будет выбивание продолжаться, здесь флешка, но в принципе здесь уже два игрока защиты есть, и они готовы сейчас 3-3 растрезать немцев просто на планете. Минус от Свега, и врыв дуга, здесь двое, одного я видел, второго нет, бомбы как раз-таки стоят на дугу, но должны, должны засчитать ситуацию, не теряют время на то, что чекают плент, а бомба стоит так, что здесь с дуги получают свободный доступ, а так как прострелом этой бомбы здесь попытка дефить, и оба... Вы посмотрите, как эти голубки просто упали, это скриншот, это скриншот, друзья, как минимум, давайте. Ну вот, кто успел, тот и съел. А тем временем у нас возвращается Тафа. Да, тем временем плохие новости, Слэм, я тут немножко могу от тебя там на последнем, возможно, матче цепиться, меня там очень требует от меня топ-1, вот. Я же пытался сказать, что не могу себя клонировать, но... Вот сейчас, вот сейчас как бы там 875 человек на стриме, и они очень сильно хотят, чтобы Тафа со Сламом прокомментировали, понимаешь, матчи четвертьфинала. Ну, давай я до четвертьфинала попытаюсь все сделать, буду здесь с тобой находиться, писать свою подписанину. Да, 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 просто я... Ну, или есть другой вариант, мы сейчас просто этих человеков собираем в одном месте, они идут к тебе... Кидаем молотов под них, да? Нет, 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 и они идут кидать молотов в того, кто тебе звонил. А, ну тогда да, я думал под тех, которые мне звонили. Тут смотри, у Сфага уже дробовик. Да, да, я смотрю, он хочет, видимо, заработать бабла с этого девайса, сейчас посмотрим, как это у него получится. Какая была граната, ты видел? Просто она вообще перевернула весь исход этого раунда. А помнишь тот раунд, когда я говорил, нужно сейвить, когда еще был счет 8-0? Вот уникалы, почему не пошли, не засейвили, просто всю экономику потратили, динамик сейчас, и, конечно, может быть, переломный момент в этой игре. Если не факультет, сейчас выкинут на 8-7, то почему бы и нет, почему бы и не дать камбэк? Ну а пока на пыль энергетичный. Слушай, я думаю, ты никого не удивишь. Учу, учу, учу украинский. Ну ты неправильно прочитал. Ну и ладно, а как правильно будет? Покажи мне, расскажи мне. А где ты читал? Вот, написано. А как ты букву И как И смог прочитать? Ну я случайно, потому что я путаюсь теперь уже. У меня же тут еще... У нас же И как... У меня же еще Покрышкин гоняет сейчас с английским языком, и я теперь вообще теряюсь. Ладно, Покрышкин, поехали. 8-3, давай с карты посмотрим, какой раунд нам сейчас предложат команды. Вот опять же, смотрим за немцами, посмотрим за атакой, потому что им что-то нужно делать, интересно. Ну Адрон взял АВП, и будет стоять на 15, и, видимо, на 15 ему лучше, чем на Б, но неправильно, на Б он все равно не убил. Пекса на Б послали. Пекс, Пекс, нет, Пекс АЗК Б по дефолту смотрит, там просто иногда Адренчик вписывается, потусоваться. Иногда последние раунды в 5 он там продил. Да не, ну самые легкие раунды туда ходит Адрен, самые сложные ходит Пекс АЗК. Ну смотрите, Кирби лавочка, 3 банан, Семен идет на Втемку. Сема, Сема, не, Сема уже с ямой идет с бомбой на дугу, и это Б, друзья, и Пекс АЗК не знают об этом. Дугу-то не Аркадий, Линфы нет, сейчас начнется... Пошел банан, смотрим Б, приемчик, Скатух АЗК дает на пункт. Ой-ой-ой, две флешки, просто паникой на пункте, минус от Пекса есть, вот это Пекс давит на минус 2, АЗК перекрывает, и все вроде бы сладко, гладко осталось, только няшного последнего добить, и он, да, делает это! Он мбп этого раунда, и это лучшее. Я не знаю, ты показывал, предыдущие его два фрага, там такая шара просто одним спреем, две головы, залетает с Катух там, пацаны просто на панике. Зато ты видел, как он это сделал, он был флешеный, но он понял, куда надо смотреть, зажал. Присел, зажал, скилл показал Ему дали время, он флэш прошла И он четко так минус 2 сделал Там просто красавец, конечно, Пекс, который двоих первых Пекс вообще красавчик, да Ну, конечно, 9-3, да Немцам тут, конечно, ловить нечего И судя по этой игре, если они во втором туре не побеждают То точно четвертое место обеспечено Но пока что пытаются бороться не факул Пытаются снова играть через банан А здесь агрессивный раунд от динамик Они поджимают ковры, поджимают дом Сейчас будет пуш от защиты И два на Б, отдали центр Ну и давайте смотреть, как они будут поджимать Нет, пока не поджимают, очень аккуратно Они там остались, они там сейчас Кико выпустят Да, Кико вышел второй мид, все, он чекнул до респа И по факту контроль есть Все знают обе планете сейчас динамики Да, динамики Летает Кико, смотри, смотри, смотри Кико просто в наглую на меде уничтожает Кирби, там дается размен под Б Еще один минус под Б от Эсма В асистис с Семеном Но приходит АЗК и кладет сразу же ключевого Мантиса Которого оставили закрывать эту аркаду Ну а СВАК сейчас, а СВАК сейчас может устроить Семена, 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 Семена Ай-яй-яй-яй-яй 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 Черт возьми Семен все-таки дал фраг Ну ничего, осталось АЗК Давай смотреть, давай смотреть, как этот американский Вундеркин сможет Вот был бы баговый прострел, сейчас был бы точно Американцы что-то перемудрили Они классно все сделали Но этот пуш на ноль был чуть-чуть лишним Поспешили, поспешили немного Опс, опс, красного в коврах заметил В песках вернее Не прочекал, не прочекал Ну надо смотреть направо, молодой человек У нас обычно как в России Сначала налево, потом направо А тут вот налево посмотрел, направо забыл Да, ну в случае выхода с библиотеки Лучше тут направо сначала смотреть, потом налево Так, 9-4, два раунда остается до конца Но судя по игре, динамик довольно легко шлепывает соперников Что там тебе Скорбот говорит из параллельного матча? Скорбот из параллельного матча говорит, что 7-13 Там камбэк сейчас Нексис делает Довольно серьезно Нексис взяли за дело и камбэчат Да не, Нексис дадут камбэк Дадут, я уверен Тут вот реально единицы, только единицы команд, на мой взгляд, умеют играть в атаке И как раз таки именно атака, да, она решает Ну вот ВГ играли, например, да, сегодня с парнями из команды Absolute Legends Да, как Вэри Геймс разыгрывали Они вначале начали брать-брать-брать в атаке Потом отдали пару раундов в дефенсу, сыграли половину 9-6 И вот потом Absolute Legends уже начали показывать, что в атаке они тоже могут Как бы Они попытались слегка перевернуть ВГ, но опять же у ВГ атака просто была лучше И, естественно, они за взятые раунды держались очень плотно Вот сейчас будет минус от Пекса, минус 2 от Пекса, минус 3 от Пекса не будет, он ушел Минус зато есть от АЗК, из дробовика Все, берданка, дуга и счастье полное Штаны у немцев вдвоем на дуге стоят А, смотри, защита убегает О, СБ, Б отдали, ой, лол Нет, оставили АЗК с дробовиком Ой, АЗК, все, ну тут он уже не будет просто Опа, ну давай, давай, малыш, вот это заносит Пацан, 10-4, немцы в трауре, друзья Этот тип просто сейчас набил себе плюс Он у него по баблу там вообще, он миллионер У него 10 тысяч, друзья, 10-11 с лишним тысяч денег было После этих жестких-жестких минусов Это жесть, я люблю эту пушку А тем временем Анаексис берут еще один раунд Ставят снова бомбу и это будет уже 9-13 А у Лимон Докс нет денег, ничего нет и все Это кирпич просто к ногам и в болото Но я думаю, все равно там Лимон Докс могут эти собраться Какие-то шведские сорсеры Лимон Докс, ты знаешь, это какая-то команда Это, короче, приехали на лан, попали в сингл и домой Вот 2-0 и домой, 2-0 и домой Вот такие вот парни, здесь у них то же самое им светит Там просто набег, квалификация, реально состав участников был слабенький Не-не, ну я думаю, все равно, они могут еще и в плей-офф попасть Подожди, ты так не спеши, Лимон Докс Они попадут, как они тебе могут попасть в плей-офф? Ну как, они сейчас жахнут вот первых, Анаексис Потом жахнут каких-нибудь не факулти И уже как минимум второе место в группе есть Понимаешь, понимаешь, чтобы как минимум уметь жахать Нужны стальные яйца 1.6 кейсера Ну понятное дело Они даже не топ-сурс команда Ну и что, все-таки, понимаешь, в 1.6 было сложно попасть там Потому что должна была играть вся команда А здесь вот новые игрочки, которые имеют хороший АИМ Светские юные воины могут дать бой Вот там вот, например, один сейчас упал на коврах просто божественно Рачок? Да, божественно прекрасно упал Мы, кстати, когда играли раньше в команде, вот, с некоторыми личностями У нас всегда были такие фантики Точнее, у каждого конфетка, знаешь, рачки такие Рачки, конфетки, и вы их грызли И мы, чтобы не быть рачками, мы их себе в кармашек на каждый турнир каждый ложил Так, знаешь, чисто, но не ел Но не ел? Но они невкусные такие конфеты Потому что они рачки Потому что они рачки А мы на обед в столовую ходили Ну нормально Главное, что не рачки Так, давайте смотреть за предложением По сути, сейчас все решится, скорее всего, в пистолетном раунде Если парни из США берут пистолетку Сейчас будет, сейчас, подожди, подожди Сейчас будет камбэк за защиту Так, я не думаю Я тебе говорю, я не сомневаюсь в том, что динамик будут в атаке играть на уровне Ну, какие-то не бодренькие, не факулти Да все там бодренько, они на СВЦ отыграли Все вообще великолепно было у них Это был последний СВЦ для этих парней Как бы для Веригеймс не стал последним СВЦ Я тебе говорю, до следующего СВЦ Вот все вот эти вот топ, какие-то неизвестные сорс-команды Могут курить в коридорчике В коридорчике Да не курить, зачем курить? Пить чай, баловаться плюшками, печенки Ну, это уже что кому будет угодно А лучше пускай Сядут, купят себе тачку, поедут, возьмут с собой девочек И съездят на дачу Ну, а если серьезно уже говорить, друзья У нас сегодня еще на самом-то деле у Слэма так точно много матчей Я, может быть, на следующий отвалюсь Но сейчас еще два матча группы ДМ После этого, наверное, какая-то не очень хорошая пауза Мы ее не очень любим Ну и какой-то четвертьфинал БО-3 Не знаю, опять же, как получится мне Завтра я постараюсь тоже По хотя бы полдня с вами пробыть Завтра точно еще Юрий Страйк Будет завтра все плей-оффы, завтра финалы Завтра вообще супер-финалы Поэтому завтра советую вам быть Слушай, а скриншот-то появился С ногой? Да, не с ногами, а как эти два голубка на Б отъехали просто А, это другой уже, новый, да? Да, ну что, ГЛХФ, первая пистолетка Друзья, смотрим, что будут делать немцы и американцы Американцев 3-2 вырисовывается Два, второй мидл, быстрый проход к люльке Возможно, туда будет сейчас пытаться Кико залезть Либо СВАГ Хотя, вот, судя по первой половине Я предполагаю, что СВАГ здесь является основным звеном этой команды И из всех их пяти игроков Он единственный, кто сумел, ну, уничтожать врага На 18 на 4 То есть у него даже там 5-5 смертей нет Чувак супер-живуч, супер-могуч Ну а тут Деструктор уже вкусил плоды минуса И плюс 300 есть У него минус 3 от факулки тем временем заходит Сейчас будет выбивание 20-ки от СВАГа и... От СВАГа будет умирание 20-ки сейчас, по-моему Не-не-не, СВАГа просто заперли в спине У него есть армор, парень не сдается Уходит на второй мид Но это как-то не по-американски Включи Сильвестра Сталлоне Включи Скилл Шварценеггера уже Покажи нам Чебуратора Устрой экшен этим пацанам Просто СВАГ пока показывает себя не как Сильвестра Сталлоне Или там какой-нибудь Арнольд Шварценеггер Пока он больше похож на Сашу Грей Большими глотками к двум эко-раундам Приближается команда Team Dynamic Ой, это такой грязный брутал Очень, очень Да не, ну я хочу, чтобы он убил кого-то уже Кто, СВАГ? Да Ой, красного одного оставил Может застрелиться Вот жалко нет такой функции еще в 3D-шутерах Убить себя, но... Ну да ладно Что-то как-то странно он залагал Видимо подрубил членикс Так, так, так Оп, оп, оп Оп, вышел на 15 Оп, тут красный Оп, и Мантис его убивает 11-5 Все, факулки Ты как начервил, знаешь, пистолетку американцам Да я специально это делаю Ты не понял, что ли? Ты хочешь камбэк? Да, я хочу камбэк Чтоб мы с тобой хотя бы посмотрели 8 раундов интересных Ну да, в принципе Как бы они одну пистолетку Смотри, 5 МП-7 4 МП-7 И что там у Дистраптора за девайс? Подожди, не будет Дистраптор взял, наверное, себе Какой-нибудь инструмент для... Вот сейчас он покажет Давай, давай посмотрим Подожди Вот что-то... Какая-то интересная пушка По-моему, то ли бизон, то ли не бизон Я так и не понял Сейчас вот он сам не понимает Да он взял таблетки Опа! Что это вообще? Что это за гусь? Я не знаю Что это за зверь непонятного телосложения? Ну а здесь, кстати, по 250 У всей команды американские Они сейчас попытаются показать уровень Реально уровень Ну и на дуге их уже ждет сюрприз От Кирби... Вот спустись, прострели Спустись, прострели Ну вот что-то уйти, да ладно? Не, ну давай ты переключайся Тут уже 4 ковры готовы проходить А пусть проходят, ради бога, сколько угодно Мне чужалко, что ли? Так, в дом пытаются зайти Я смотрю все за дистратором Я хочу послушать, как стреляет этот девайс у него в руках И... Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу Может быть, может быть Давай, смотри, за продолжением В ковры двое Один из дома выходит В общем, два красных Да, конечно, эко уже обречен Пу-пу-пу-пу-пу-пу Да, да Пу-пу-пу-пу-пу Точно Come on! Everybody dance Видал как она стреляет? Слышишь, Слем где маленький вопрос Ты там сейчас ни от чего не лечишься, случайно А, это Берн я понял Ого! Как прет Вообще я сам в шоке Целый день спалaval тут вот оп NOPE и меня поперло Ну нормально я понял Я думал мало или что, может быть там Зато, зато нормально Да, давай смотреть за продолжением Потому что, по сути, у немцев-то остались эти Что они будут делать с этими пушками в следующем раунде, мне интересно МП-9, очень жесткий ган Плюс 900 за скилл И отдача, как у петуха Неопытные, нам напоминает Кристиан Кри Стейзер Спасибо, о, великий Ну хорошо, сейчас неопытные будут продолжать комментировать игру Так вот, мне по-прежнему интересно Потому что 4, точнее 3 МП-7 И МП-9 осталось в руках не факул Не, ну а че, они второй ЭК разыгрывали Там же бомба не встала, как бы, а денег нет Все, все, выкидывают, выкидывают Да, выкидывают девайсы Они покупают девайсы Как так, потратить столько денег Что вообще, вот это буржуи Вот все, за это сейчас накажут А теперь, смотрите, нажимаем на тап А что потратить столько денег Они сейчас проигрывают раунд и, по сути, могут уже, в принципе, почти совсем скоро сливать Ну хорошо, хорошо, смотри Сейчас, короче, так, диссрупторы Я чувствую, что, да, я чувствую, что этот парень сейчас уже готов убивать Да? АЗК с ВП, кстати, играет за атаку Ребят, посмотрим Удачи парню, сейчас он много кого тут убьет Посмотрите, как он смотрит из-за этой машины Нужно баллы для США Ну, продолжаем смотреть за АЗК Давай, все-таки, мне кажется, снайпер сработает Смотри, что он вытворяет Он идет на мидл с ВП Ну, там, кстати, его другой снайпер будет принимать из библиотеки Ну, опять же, вырисовывается раунд на плент от американской команды Динамик И сейчас будет, наверное, какой-то простой раунд 3 плюс 2 3 мидл, там 2 ковры Нет, они сейчас пойдут 15 15? Ну, 7 в смысле? Ну, да, 7 Ну, короче, библу, они изолировали библу А, на библу это 5 Так я думал, они сейчас посидят на ребрах, подождут двадцатки Двадцатки нету и пойдут туда в арку Но тут как бы дым лежит, конечно Скажи, подожди, Слэм, давай еще раз Я что-то поставил 20 в России Это левая зелень 15 зелень Ну, вот они вышли, видишь, на АЗК открылись Дождались, когда он закончился, сняли библиотеку, проходят Ну, там АСМА был СВП, поэтому там 50 на 50 Кто-кого снимает, Адрен минус О, вот это боль, вот это боль АЗК всех убил Я же говорил, что он... Да нет, 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 там есть Дисраптор Пески будут убивать, нет? АЗК библиотеки смотрит респаунд Там уже сэвятся парни на Б Поздравляем американскую команду с первым раундом Ну, а Мантис складывает свои стальные шары в свою маленькую коробочку И идет прятаться Да, вот он идет в церковь Такой сидит и смотрит Идет в церковь молиться Сейчас такой, знаешь, моделька такая встала И давай молиться, начитывать Ну, да Как там параллельно, кстати, дожали? Параллельно? Да там, наверное, параллельно все хорошо Или там уже кампбэк, уже вообще другой счет Сейчас посмотрим А там 11-14 в пользу Лимон Жокс Лимон Докс Да, два раунда остается Но они один брали всю вторую половину Там еще два, наверное, это будет очень сложно Да нет, Лимон Пес, крутые парни Но вот куда же ты смотришь в щель такую? АЗК минус три в раунд Отлично сыграл Получил звезду за наибольшее число убийств Немец подумал, какая узкая щелочка Как в нее можно убить хорошо Но вот чувак с АВП, который шел за ним Американец не согласился с ним Ну вот, американцы, в принципе, допрыгались И... точнее, немцы И все-таки что? Дропают, дропают, дропают На последний заступаются Конечно, дропают, да Последние бабки полетели сейчас у этих парней И... Ну смотри, что это будет Это последний шанс Последний шанс И смотреть мы будем за Кирби Потому что он идет на дугу Там уже белый Пекс есть Мантиз до сих пор на РСП дропает пушки Вот он побежал А тут смотри, в чем расклад Они не аркадят дугу У них сейчас не будет просто инфы То есть по дуге Вот они дадут атаки занятия Там АЗК плюс Пекс Вот эти два канадских брата, акробата Разыграют на все стол Я уверен Они там выбьют одного Придет хилпа Они выйдут потом на А Поставят там бомбу Ну короче, печальные расклады Не, смотри, пока вообще просто разводят Фейкуют Скорее всего Пекс один, да Будет все-таки до конца раскидывать Б Он уже стягивается потихонечку назад Это выход снова на Аплен Там трое игроков Опа, и все белые на миде Ну вот Шторм в этой нычке Кстати, может всех потушить Давайте посмотрим, будет ли проверять Шторма В угловой нычке Ой, Шторма Астма Че это со мной? Наушники тут вот В теге Не, будут, а его взорвут сейчас скорее Взорвут? Да Он уже ушел А, он без девайса Он еще и ушел Они уже вышли на центр Он в дыму не видит соперника Получает две флешки Уходит обратно в тупик Никуда он не уходит Он на месте стоит Нет, он только что отошел И вернулся назад Теперь дает сам флеш Еще флешка одна в него влетает А, они уже все убежали И контролят его Все, все На, АЗК На, АЗК Ну сейчас СМН Есть шанс у Семы Два ковры выпрыгивают Смотрим Для Семы пока шансы были Но Сема почему-то растерялся И ой-ой-ой, Семен Семен Евгеньевич Уху Давай, Бёрст Давай, хорош, ну Нет, все, его там заперли просто Да нет, Сему так просто не возьмешь Ну тут еще Кирби в спине Камон, 12,8 Дай 5, брат Говорят немцы, но Но Говорят американцы Нет, немцы Немцы взяли раунд А, ой Американцы не говорят Дай 5 Они просто дают 5 Понимаешь, они растут на этом Эти люди с детства играют в покер Так что Все круто 5 тысяч паксов Короче, да Все Мон зарешал по итогу Он так очень уверенно Играл в пленте Но тем не менее Игроки Динами Мы как-то не смогли его минуснуть, и все было очень криво. И Сёма всех порешал. Ну, теперь давайте смотреть за продолжением на сока раунд у Динамик. Да, и общаемся в Твиттере под хэштегом... КССЛ ТВ, друзья, передай, пожалуйста, привет двум дамам Суфы, Веронике и Юлечке. Поспорил. На самом деле, чувак не так попросил, но я... Смягчил сообщение. Смягчил сообщение, потому что с девушками надо быть вежливым. Нежными. В центре выходит атака, точнее сливает на центре под одну флешку, брошенную на пятерку, на зелень, даже по две. Там даже дым будет. Дым положили. Нежный Таффа комментик, нежно для вас. Да, нежный КСГО. Юлечке и Веронике специально. Смотрим за Кирби, минус Пекс. Америкосы-то посмотри, просто у них тут операция диверсант, проходят НКТ, респаун, что за диверсия? Но диверсию казнит Эсма и говорит своим тиммейтам, что они совсем пеленов объелись. А чувак в библиотеке на морозе убежал, его надо законтрить, выходит на ЗК, спрей в него от Кирби. Браво, Эсма, минус 4 в раунде, становится MVP 12-9, еще 2-3 раун. Но Асма сыграл просто, как там говорил этот недавно русский комментатор, я тебе показывал это видео? Нет. Блястяще, блястяще сыграл. Мне очень понравился этот Перл. Ну хорошо вышел он с такой тяжелой ситуацией. Итак, АЗК, АЗК, АВП, 3-4 Калаша у команды. Тимдинамик, счет уже практически сравнялся и концовка этой игры просто великолепная. Не факулки действительно начинают тащить за атаку. Смотри, какой АЗК хитропопый залез на сено и хотел снять мид, но мид прибежал очень быстро в 20, немцы, кстати, поджимают ковры в упор. Так, Дизраптор плюс его тиммейт, на втором миде уже заруба, пользу американцев, Кика выигрывает, перестрелка на коврах, выпадает молотов, это Аркада, это Аркада, второй мидл, скорее всего, сейчас. А, нет, Банан, Банан, там уже выходит защита, тут уже дымы, сейчас тут 3 игрока атаки, убегают, убегают. На мид, на мид, они же сделали минус пода, смотри, выходит Мантис, при том, что играет, посмотри, как аккуратно, он чекает сразу из Москвича. Ну да, может, Кирбис тянулся, но все равно, видишь, халдят и пойдут на АБ, надо смотреть за Дизраптором, потому что он тут самый важный по инфе. Минус Мантис, АЗК, какой красавчик. Да, Дизраптор, смотри, выходит в Аркаду, чекает второй мид, второй мид пустой, либо это 15-20, а там уже выход, ой, под ним чувак не видит, и уходит, еле-еле живой, здесь выход Б, должен принимать АСМА. Флэш, удачная флэш, флэш, дуги Ацваги на хелпу, и в итоге Америка белая. Там все слепые, все слепые, такая защита. Кто же сейчас все-таки справится с блестящим выходом американцев на Б-плэнд? По-моему, никто, Кирби убегает. Ну, 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 ну. Получается, ВП плюшку от АЗК, и это Дизраптор, давай, до свидания. Ну, АЗК очень круто разыгрался, 24 фрага, 4 хелпы асиста и 14 смертей, и уже вышел на первое место среди своей команды за две половины. И это тринадцатый раунд для американской команды Team Dynamic, топ-2 США, как говорит нам постоянно про это слэм. Ну, и, в принципе, все-таки не факулты, не такие уж и не факулти оказались, и, в принципе, играют пока неплохо во второй половине. Не факулти! Ну, не факт, или не фак, или... Тут можно по-разному, конечно, называть. Не, на самом деле команда называется факулти, N и вот этот вот непонятный восклицательный знак, похожий на пение... Ой. Короче, не, это как-то это спонсор, я не знаю, что это такое, на самом деле. Я знаю, что команда называется факулти, N и восклицательный знак, это какое-то спонсорское лого. Я даже сейчас зайду и посмотрю быстренько, что это, мне стало интересно. Ну, вот название команды КланТек, которому больше 12 лет, очень старое такое название. Ой. Ну, давайте смотреть за продолжением, уже хороший минус был сделан, уже большинство у американцев, и по деньгам такая ситуация, что, ну, им еще чуть-чуть усилие, и, в принципе, они сломают окончательно немцев. Ну, они уже сломали, тут просто берешь раунд, выбиваешь все девайсы, пошел эко, там уже 14-15, и, в принципе, последние волевые будут тащить факулти. Ну, смотри, оставляет кик и уходит на бэк, кик один на коврах будет разыгрывать в качестве игрока, который запирать должен. Ну, он попытается запереть по-любому, там, не знаю, но лучше бы ему отойти и кучей сыграть. У кого бомба, объясните мне. Или на нуле пока ее забыли. Нет, тут хитроумный план. Бомба здесь ни у кого. Вот, вот я пытаюсь сейчас клацать по карте, ее там выкидывали в каком-то месте. Да, она, наверное, на второй мид, второй мид. А, все, свак подобрал. И пошла флешечка мид. 2 плюс 2 играют, пекс опаздывают. Адран, Адран, ух, получил, АЗК, опять дает фраги, какой крутой снайпер-то. Вот эта флешка хорошая. Сдегла, АЗК там всего ломает, сейчас третий фраг сделает, видит в больших песках, добивает там кика, и все, асма один, надо забрать фамос и забрать 14-й раунд, и потом эко-раунд, это не фак. Ну, все, как я говорил, 15-9, и, в принципе, эгэ, ББ, эгэ. Да не, не ГГББ, факулки еще поборятся. Не, поборятся, если сейчас, может быть, сейв пройдет, может быть, там на эко что-то придумают с этим кальтом, но мы уже видим, АЗК уже идет, идет на АБ, он уже выцеливает церковь, идет пиксель УА, я мог увидеть, если бы зумба был включен. Это нам, конечно, с XRM так хорошо все видно. Где же там засел-то асма? Ну, давайте, 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 давайте его щемить, асма. Сейвится. Плюс 1900, 2200 есть у него. Мане, мане. Так, ну тут че, 1800. У Дисраптора 2300, Кирби, эсма 2200. Ну, тут вообще-то... Не-не, под флешку Дисраптора будут что-то чудить. Даже их флешка и хаешка, у асма, точнее, у асма. Ну, они 3-2 разбежались, как бы, дефолт на 2B, 3A и... Что чудить они собираются, я вообще без понятия, но надеюсь, что ничего сверхъестественного не хотят. Ой, тут Дигл какой отманется жесткий. Просто прям вышел и всех победил. На самом деле он попал по ЗК, но с АВП стреляться там вообще не вариант, я думаю, для него. Да, по сути, сейчас надо просто спокойно играть. Тимдинамик, не нарываться, ни по одному не ходить, на засады не лезть. Сейчас что-то нужно простое, такое, из 1-6, олдскульное, такое вот, аккуратненькое. Тафа, нельзя просто так не нарываться, но тем временем пошел врыв и... Вот Кика уже, по-моему, нарвался, кстати, там его могут сейчас поймать здесь под домом. Здесь два игрока защиты сейчас, но тут свак есть у него на хлпе, да и на Б можно так лучше не выходить. Есть минус, Кика важнейший минус делает, вот теперь можно и на Б уйти. Ну, тут сейчас еще Азакей убьет. Ох, промазал ж ты, а! Пропалили, все, дугу-бомбу видели, дугу-бомбу видели, уходит американцы втроем. Манте за третий ушел, подожди, Асмос не сягивается. У Сему, у Семы сейчас будет интересный работа. Они вернулись на ноль все, смотрим Сему. Если Сема, сейчас, если Сема, сейчас. Ой-ой-ой, Сема, ну что ж ты косячи, что така. Асма минус кольта, вот единственный кольт у защиты, он пока что работает. 4 в 4, Азакей 19 кольцов имеет, дает минус, да что ж ты. Эсма, смотри, Эсма сигареты. И Эсма, без шансов от Суага, перестрелка в пользу американцев. Ну, это 15-9, друзья, и немцам пора паковать свои чемоданы. Да не, рано, это только первый тур в группе Д, друзья. Подождите, Слэм спешит немножечко с результатами. Слэм не спешит, все нормально. Все нормально. Это просто Берн, да? Это просто Берн. Энергетично, как Теллина. Все-таки, наконец-то. Тафан, нормально нет, что у тебя как бы World of Tanks компьютер, а мы смотрим, понимаешь, Dreamhack вот. Подожди, сейчас отпустит мой компьютер. Это было случайно альтабнуто сюда. Ну вот я не успел это сфоткать, хотел сфоткать сразу, чтобы воинам показать. Что показывать воинам? Как я буду комментировать другую дисциплину, не зная о ней ничего, понимаешь? Сложно. Вот, Клаба, как ты в Point Blank катал лучше. Не буду я в это играть больше никогда. Мне это обещают. Никогда, не говори никогда. Ну я не буду играть в это. 15-9, друзья. Я хочу поиграть в CSGO. Если честно, вот я уже эту неделю все говорил, что он мне нравится, нравится. Но он какой-то такой, он вроде и быстрый, но все равно такой плавный. Вот эта плавность меня просто вымораживает по сей день. Я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, какой-то суперфикс патч оставит динамику такую же. Ешь поменьше плавленого сыра и не будет все плавным. Ну он плавленый. Вот смотришь на игру, она плавная. Плавность это бесит. Ничего в ней нет плавного, просто побольше поиграть надо. Да плавная она. Причем побольше поиграть всем, кроме Гитрайта и Фореста в мире. Да, да. Это только два пацана, которые играют неплавно. Остальные все сырки. Оп, смотрите, АЗК минус Кирби. Отлично, через дым вообще нормально на позиции застал врасплох. Но тут еще просто в упоре есть Мантис. Если в дым будут выходить американцы, они не будут выходить в дым, они же американцы. Они знают, что в дым нельзя выходить. Они-то смотрели про тип от Вальф. Так, вот дым сейчас падает 15 разводной, который вот здесь вот все задымляет. По сути, тут Эсма должен двигаться, да, он смещается после этого дыма. Все, Мантис один на Б, легкий развод, три на точке А. И сейчас четверо выходит в одного бедного Мантиса, который... Ну, сейчас будет просто офигевать от количества гранат, которые ему сюда закинут за третий ящик. Да, ему там сейчас столько няшек. А Молотов будет? Нет, не будет. Молотова нету атаки. Пошел выход, он успевает отфлэшиться. Там вообще ничего за третий не бросили. Да. И он сейчас будет разрывать их тут, если так, ой, как Рива выходит. Минус два, Мантис, давай, жги, Хэлпа уже пришла, давай третьего. Опа! Смактащит АЗК с АВП. Ну, тут еще есть, есть, еще, есть, еще один. Забрал бы третьего, врал бы взял. Один бой, Шаулини, Асма. Асма сейчас покажет нам войны, Шаулини, Дисаптер минус... Ой, АЗК, как закрыл божественное АВП от АЗК. И сейчас он должен получить в голову с дробовика на таком расстоянии, потому что я накаркал. Нет. Нет, он просто берет шестнадцатый раунд метким наведением прицела, и это шестнадцать девять, друзья, это жесть, как она есть. АЗК сыграл практически два с плюсом. Тридцать один фраг за две половины, по пятнадцать можно, в принципе, говорить за сторону, по один фраг за... Фраг в раунд дает даже больше, чуть-чуть больше. Красава, красава отыграл. Просто супер. Итак, на этом моменте, друзья, у нас заканчивается первый тур в группе D, последняя в группе на Дримхаке. Сегодня еще один четвертьфинал мы с вами посмотрим после двух туров еще здесь в группе D. Ну и на данный момент вот Слэм еще окончательный результат нам скажет матча 15-15, Анексис. Слэм скажет окончательный результат матча 15-15, Анексис? Да ты просто окончательный. Я сам увидел просто его, и поэтому уже все нормально. Группа на ваших экранах, друзья, группа D, которую мы с вами смотрим, прошу обратить внимание. Да-да-да, после первого тура. Ну что, кого во втором туре Слэм предлагаешь смотреть и вообще, кто там у нас играет во втором туре? Давайте обратим на это внимание лучше. Сейчас заходим на HullTV.org, второй тур, Анексис Динамик. Ну тут уже просто предписано нам небом эта игра, без вариантов. Да, это да. Потому что именно команда Анексис сейчас будет разрывать команду Динамик, друзья. Европа, Дания против Америки, Америка против Дании, Европа против США, все против США. О, боже мой, там, наверное, сейчас Барак Обама будет болеть за этих парней из команды Динамик. Ну, мы пожелаем королю Дании собраться силами и посмотреть матч этой команды. А пока маленькая пауза или все-таки нет. Спасибо.